Друзья, всем привет! Какое у нас пекло! Боже мой, если бы вы только знали. Время полпятого, я только соизволила выйти на улицу, потому что в дневное время, ну невыносимо здесь находиться. Я сейчас зашла в беседку, чтобы вам слышно меня было, потому что на улице ветерок. А если бы без ветра, мы бы тут вообще, наверное, поумирали. Ну, примерно градусов 40-42 в тени. В тени. На солнце это вообще от ни одного дождя. За уже много времени. Они бывают, тучки гуляют, а толку нет. Мы когда поехали в Волгодонск по посылке, по Алениной, помните? Там что-то накрапывал какой-то дождик. Домой приехали, у нас близко его не было. И вот я смотрю, небо как сизое какое-то. Я не могу сказать, что это тучи. Ну, никто не обещает нам дождя, а мы были бы ему очень рады. И сушь такая стоит, дышать невозможно. Славка сегодня у меня пошел гулять с ребятами. Часов, наверное, в 11. Но я думала, ну в тенечке будут. Нет, они пошли гулять в центр города, а там, мама говорит, тени не было нигде. Он пришел в 2 часа, пунцовый весь. Не от того, что он сгорел, а от того, что ему жарко. А дома работают два сплита, чуть не поймалась на липкую ленту. Как Стас у меня вчера взял арбуз, подошел к этой липкой ленте весь. И лицо, и волосы весь прилип. Я говорю, ну это мог только ты так сделать. Друзья, я с сеточкой для стирки собираюсь. Сейчас пока жара, пока ветрено. Хочу постирать шерсть собачью. Мы вычесывали грома. У меня еще есть собачья шерсть от Рекса осталась. Я ничего с ней не сделала. Ее было небольшое количество. И вот пока такая вот жара, пока такой ветер. Чтобы не разлаживать ее, а прямо вот в мешочке повешу здесь в беседке. И она очень быстро высохнет. Потому что, когда более-менее у нас захолодает, я хочу в беседке попрясть эту шерсть и понавязать носков из нее. Я надеюсь, у меня все получится. Очень надеюсь. Вообще, очень хочется поработать прялкой. Но я даже с ужасом представляю это делать в такой температурный режим, как сейчас. Оно будет липнуть на все. Это просто невозможно будет. Так. И еще. И еще. Сейчас я постираю. Какие у меня планы? Я, значит, сегодня, что я делала вообще? Я сегодня утром встала, сняла видео, смонтировала. И предыдущее, которое вы видели. И немножечко повязала пока сплетсистема. Вот сейчас вот я вышла на улицу, да. Мне нужно постирать до приезда Саши с работы. А пришло уведомление мне, что посылка пришла из магазина Милена. Вот, метеоры. Я не успела заказать, а она уже пришла. Я в пятницу сделала заказ. Сегодня понедельник. Все это приехало ко мне. Представляете? Молодцы ребята, работают оперативно. Но там есть товар не только для меня. Там есть товар, который меня мои подружки попросили заказать. В общем, я вам все обязательно покажу. Вот. На Вайлдберрисе я там тоже много заказов делала. Вот. Но у меня еще не весь товар пришел. Я заказала на Вайлдберрис ребятам портфели. Вообще, я просто удивительным образом попала на скидку огромную. Отковали рюкзаки. Они стоили почти 12 тысяч. И я заказала их по 2700. Я заказала сразу одинаковых. Я говорю, Стас, иди смотри. Они так круто. Они представлены, конечно, на Вайлдберрис. Прям обалденные. Ну, посмотрим, какие они будут действительно. Потому что бывает картинка одна, и которая качество не соответствует картинке. Но вот они еще не пришли. А там остальное такое мелочевка для дома. Я не особо тороплюсь ее забирать. Но заказывала все в один день. Подожду уже, когда придут портфели, рюкзаки эти. И уже тогда поеду, получу весь товар. А сегодня мне нужно будет попасть в СДЭК и получить товар с магазинами Лена. Замечательно. Кстати, вот. Не снимаю ее, друзья. Так мне комфортно в этой тунике. Помните, я делала обзорчик. В общем, я все равно не смогу вам показать себя в полный рост. Она такая легенькая. Она просторная. Стиралась уже многократно. И единственное, что она подсела немножечко в длину. А так, я ее на себе не ощущаю. И это единственная туника, которая вот она тонкая. За счет того, что тонкая, в ней не жарко. Вообще, хороший магазин. Мне нравится. У меня несколько спортивных костюмов оттуда было. Но они и сейчас есть. Просто хочется гардероб обновить. Я люблю самое любимое время года у меня осень. И осень для меня отождествляется с новым гардеробом. С какими-то новыми планами. Не знаю. Я, наверное, устаю от жары за лето. Хотя я теплолюбивый человек. Но вот такую жару, как сейчас. Мне очень жалко гипертоников. Мне очень жалко сердечников. Это просто невыносимо. Но я не знаю. Вся Ростовская область, во-первых, высохла. Может, где-то, конечно, идут дожди. Я не знаю. Но у нас дожди не идут. А во-вторых, я не знаю, когда это пекло закончится. Мы устали. Мы от него очень устали. Так, я не буду простаивать. У меня время полчаса на все про все. Мне нужно постирать собачью шерсть. Друзья, переложила сейчас шерсть в мешок. У меня такое впечатление, что у меня не собака, а коза. Саша вычесывал. Это вот за один сезон. Вот он линял после зимы и в лето. Я вам скажу, здесь грамм 400 пуха точно есть. Сейчас, конечно, вода с ней будет грязная. Я смотрю, там и устюги всякие от травы. В общем, чесать, не перечесать, мусор убирать. Но главное сейчас постирать и высушить. Не прокатило, друзья, у меня тема высушить в мешочке. И оно после стирки все сбилось в один комок. Пришлось разложить на полу в мастерской. И вы знаете, к моему большому удивлению, шерсть была относительно чистая. Прям вообще удивлена. Собака-то у меня не домашняя, а собака уличная. И у нее такой красивый шоколадный подтон. Камера, конечно, не передает. Да еще и уже вечер, уже свет такой темно здесь в комнате. У меня освещение на телефоне выставлено такое, чтобы более яркая картинка была. И сейчас реальный цвет не передается. Ну, цвет такой прям шоколадный. Горький шоколад такой красивый. Вот сколько с одного моего кабеля. Ну, прямо много, друзья. Я вам скажу, прямо много. Плюс та, которая еще есть, ее всю перечесать. Я думаю, что прям приличное количество можно напрязть. Прям валенок. Валенок. Смотрите. Далее. Красивый цвет такой. Мне так нравится. Будем надеяться, что у меня все получится. Как говорится, сделаем, узнаем, получится или не получится. Сейчас такая жара. Сейчас окно открою полностью в мастерской. И пусть оно здесь, ветер гуляет, сквозняк. И на сквозняке оно высохнет быстро. Дверь, наверное, закрою, чтобы... Если сквозняком сдует, чтобы к славе в комнату не потянула пуха. А то потом по всему дому его будем собирать. Друзья, мы уже вернулись с почты. Я забрала посылочку. И прямо вот с пылу, с жару будем с вами рассматривать. Я начну с того, что я заказала для себя и для своей семьи. А потом уже то, что я заказала. Меня попросили заказать мои подружки. Я заказала себе очередной костюм. Лето заканчивается. Но Юля заказала домашний костюм. Он, в принципе, может быть совершенно не домашним. Но я такие вещи вне дома не ношу. По таким причинам, что здесь короткие шорты. Например, он такой классный. Знаете, трикотаж плотный. Вот так выглядят шортики. Они свободные. Они короткие. Поэтому в таких коротких шортах дальше дома я не выйду. И вот такая футболочка. Футболка оверсайз. Она широкая, большая. Но качество восхитительное, друзья. Мне очень нравится. Называется костюм Лик. Размер 54. Ткань. Футер двунитка. Хотела сказать с начесом. С лайкрой, по-моему. Да? Да, с лайкрой. Вот такой цвет базовый, пудровый. И шортики. Я, конечно, примерю этот костюмчик. Ну, а может быть... Ну, я посмотрю, друзья. Я в такой длине стесняюсь быть и даже перед камерой. Потому что я уже тетя в возрасте. Но качество бесподобное. Буду называть вам. Цену этот костюм стоит 830 рублей. Я повторюсь, что весь этот товар заказан в магазине Милена. Качество товаров там хорошее. Цены еще лучше. Мне нравятся. Работают, как я вам сказала. Молниеносно, ребята. Просто я даже не успела. Я только заказала. А ну, ба-бах! И уже у меня. Это большое спасибо, конечно, организаторам этого магазина. Логистика чудным образом построена. Я заказываю, получаю товар через СДЭК. Вообще замечательно. Следующий товар, который я заказала. Я в прошлый раз делала вам обзор товаров из этого магазина. И заказывала домашний костюм голубого цвета. Микро-махра. Помните? Здесь был котик выглядывающий такой. Я сказала, что я хочу такой еще один. И вот я заказала себе еще один такой костюм на сменку. Вот с таким принтом. Здесь удлиненная спинка. Он свободный. Рука в три четверти. Размер я взяла по таблице размеров. Ориентируясь на самую широкую часть моего тела. Это бедра. Брюки с карманами. Карман достаточно глубокий. Это тоже домашний костюм. Так. Я примерю. Вот уже покажу вам. Для дома то, что нужно. Так. Стоимость этого костюма. Как он называется? Костюм Исида. Махра петельчатая. В 980 рублей. Он в магазине, друзья. Представлен в различных цветах. Но я вот решила для себя взять вот такой вот нейтральный тоже оттенок. Голубой у меня есть. Это будет на сменку. Очень хорошо носить такой костюмчик именно в переходный период. Но вообще я люблю вообще тепло одеваться дома. Дальше. Я заказала своим мальчишкам. Который средний, который старший. Мужу и старшему сыну. Носки. Носки вообще по смешной цене. Значит, одни носки. Они стандартной длины идут. Здесь набор 12 пар. Белый, синий, серый, черный цвет. Да, 12 пар. М 0,63. Сколько стоит? М 0,63. 335 рублей. Набор. Это вообще даром. А второй набор. Укороченные носки. Но это для моего сына. Они же молодежь длинные не любят. Носят укороченные в кроссовке. Размеры от 41 до 47. Тоже здесь разные цвета. Черные, серые, синие, белые. Всякие разные. Эти носочки тоже здесь 12 пар в комплекте. Стоят 270 рублей. Тоже бесплатно, можно сказать. Качество этих носков хорошее. Я уже ранее заказывала. В прошлом сезоне. Я заказывала для мужа. Я заказывала белых носков много. Но в общем, качество хорошее. Носятся носки хорошо. Дальше, друзья. Я заказала костюм для себя. Один. Я же вам говорила, что я все пораздарила. Ко мне на день рождения приходили родственники, кума. И в общем, я половину гардероба своего раздарила. Заказала себе костюм. Он очень простой и лаконичный. Здесь оверсайз с удлиненным рукавом. Это батник. Никаких молний, ничего нет. Очень хорошее, приятное качество трикотажа. Размер я выбирала также по самой большой своей части. И чтобы он был не в обтяжку. Мне, я заказала 56-й. Если костюм домашний 54-й размер, то этот костюм 56-й размер. Я прям хочу, чтобы он был на мне свободный. И он действительно будет свободный. На резинке низ штанишек. Знаете, качество бесподобное. Я вам сейчас покажу. Смотрите, как смотрится изнаночная часть. Видно вам, не видно? Ну, трикотаж бесподобный. Давайте посмотрим на этикетке, что написано. Футер двухнитка с лайкрой. Но если летний с шортами костюм, он более тонкий, это более толстый костюмчик. Тоже примерю. Посмотрим, как смотрится. И один костюм, который меня попросила заказать моя подружка. Сейчас я вам покажу его. Мерить я его, конечно, не буду. Это, по-моему, тоже 56-й размер. Сейчас я посмотрю, я не помню. Да, 56-й размер. Это в новинках он на сайте представлен. Костюм Кая. Костюм с капюшоном. Спортивный, на молнии. Вот такой у него капюшон. Он яркий, интересный. В клетку. То есть он двухслойный получается капюшон. Яркие шнурки. И штаны из спортивная. Ну да, он здесь размер в размер, мне кажется, идет. Но 54-й в него запрыгнет точно размер. Здесь никакого принта. Обычные серенькие на манжете брюки. Тоже футер двухнитка. Сейчас посмотрим, что здесь написано на этикеточке. Футер двухнитка с начесом. Ну, начес здесь, знаете, такой тоненький. Не так, как бывает прямо вот трехнитка, которая идет. Вот так выглядит начесик. Ну, обычный осенний костюмчик на переходный период. Очень даже классный. Очень даже классный. Такой принт у него идет. Карманы. Карманы в олимпийке и карманы в брюках, наверное. Я не помню. Нет, в брюках карманов нет. В брюках нет. Только на олимпийке. Вот этот костюм, друзья, примерять не буду. А остальные сейчас примерю и покажу вам. А что же я вам цену-то не называю? Вот этот костюм серенький, который 1460. Костюм, который оливковый, вот для себя я, который заказала. Он стоит 1210. Ну, где вы найдете по таким ценам еще костюмы? Расскажите. Просто здорово. Ссылочку на магазин я оставлю под этим видео. Друзья, костюм номер один. Здесь такие большие разрезы. Шорты на молнии, на резинки, прошу прощения. У меня от жары мозг плавится. Но они, я вам скажу, костюм очень удобный. Я не наблюдаю карманов. Карманов в нем нет. Ну, вот для дома, мне кажется, вообще прекрасно. В летнее время замечательно. Как вам? Расскажите, вам нравится или нет? Но он очень приятный. Но вот, допустим, сейчас, когда у нас жара вообще несусветная, я его надеть не смогу. Он плотный, и мне в нем будет жарко. А вот немножечко похолодает, это самое то, что нужно. Свободный, главное, нигде не облегает ничего. И это хорошо. Движение воздуха между одеждой и телом в летнее время лучше не бывает. Друзья, домашний костюмчик. Ну, я при всем своем желании низ вам показать не могу. Но все как раз, штаны не короткие, ничего не короткое. Я, конечно, еще не стирала тот первый, я его не носила, да, просто на сменку взяла. Но мне кажется, что вполне возможно, если постирать его в теплой воде, он может дать усадку по длине, я так думаю. Ну, потому что он абсолютно натуральный, но в нем классно, он комфортный, он удобный и очень приятно на теле. В общем, вот такой вот костюмчик у меня теперь тоже есть. Ну и последнее заключительное изделие, костюм. Ну, вы знаете, непривычно очень видеть спортивный стиль без принтов, просто вот без ничего. Здесь действительно удлиненный рукав, и на сайте было указание о том, что рукавчик удлинен. Ну, я люблю длинные рукава, кто как, а я рукава длинные люблю. Удобный, классный, мне нравится, ну, абсолютно. И штаны широкие, но как вам показать, я не знаю. Они прям свободные, широкие, и вот размер прекрасно подошел. Смотрите, пожалуйста, если будете заказывать в этом магазине, внимательно смотрите таблицу размеров, потому что если вы 52-го размера, возможно, вам подойдет модель 56-го размера. Или наоборот, то есть там есть маломерки, есть большие размеры. В общем, друзья мои дорогие, таблица размеров вам в помощь, как для детей, так и для мужчин, и для женщин, для всех. Хороший магазин, могу рекомендовать. Все, друзья, раздеваюсь, иначе растаю, как снягурочка. Друзья, я его с поличным застала. А знаете, что он делает? Здоровайся давай. Всем привет. А он готовит печеночную колбасу, а ты обещал рецепт. Ну, так записывайте, раз обещал. Ну, давай, рассказывай, повернись хоть к людям. Так, в общем, на килограмм печени, печень говяжья здесь. Говяжья печень на 1 килограмм. 1 килограмм печени, ну, грамм 350 сала. Сала? Без шкуры. Без шкуры, естественно, да. Можно без прослой, просто вот шпик. Ну, обычно, да, обычный шпик сюда идет. Ну, в общем, хотите поживить, больше больше сала. На килограмм примерно 300 грамм сала дальше. Дальше. Перекручиваем на мясорубке. Да, на мелкой, на мелкой сетке, чтобы все было как можно мельче. Так, а чеснок, 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 чеснока, здесь у меня две с половиной головки. Так. Дальше. Надо сюда вбить, ну, на килограмм печени, на килограмм массы идет 10 яиц. Так, не на килограмм массы, на килограмм печени. Ну, печени плюс же там все это содержимое. На килограмм печени 10 яиц вбиваете. Короче, пропускаете через мясорубку чеснок, сало, печень. Лук есть там? Нет. Нету. Чеснок, сало, печень. Вбиваете туда на килограмм десяток яиц. Дальше. Ну, дальше сейчас вобью ее, скажу. Ну, давай, подождем так и быть. Что ты, вбил яйца? Да, вбил яйца. Дальше. Рассказывай. Ну, солим, 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 солим. Гороче, вот так вот солим. Ну, солим, ты солишь на 2 килограмма печени. Да, ну, где-то на килограмм ложки. В общем, должно быть солонее, чем обычно. Ну, как колбаса. Колбаса, она же соленая. Вот то же самое и на печень. Солим. Ну, короче, 2 ложки нормально. Чуть больше, чем обычно. Да, 2 ложки не по-моему, подсыпался, подсыпался. Так, все. Ну, что, перец добавляем черный. Добавляй. Перец, конечно, по вкусу. Ну, да. Ну, он душистый, не душистый, а черный, это молотый перчик. Он такой пикантный вкус дает, с печенью хорошо сочетается. Так, теперь что? Мука. Мука. Ну, в общем, на килограмм идет три стакана муки. Двухсотграммовый стакан. Да, стакан, короче, вот получается. Двести грамм. Давай, засыпай свою муку. Друзья, ну вот Саша засыпал муку и сейчас будет все это миксером перемешивать. Миксером, потому что емкость у нас большая, количество много. Почему готовим так много количества? Потому что часть оставляем в холодильнике, а часть замораживаем. Потом достаем кусок, разморозили, кушаем. Закончилось, опять в морозилку полезли и так далее. Поэтому готовим сразу много. Друзья, ну вот Саша разлил содержимое, то, что получилось, по бутылкам. Вот честное слово, никогда так раньше не делали. Он экспериментирует. Обычно наливали в самые простые прозрачные целлофановые пакеты. И эти целлофановые пакеты укладывали в кастрюлю, заливали водой и варили. Вот он где-то увидел, что можно вот так бутылки обрезать, налить и верхушки этих бутылок туда утопить. Только главное наливать не по верхам, потому что плотность будет увеличиваться. И естественно при нагревании оно может вылезти. Но хотя я считаю, что он много налил. Сейчас как полезет по всей кастрюле, будет весело. Теперь, ну высота здесь высокая, большая, да, ставить это все надо в вертикальном положении. А, еще в пакеты, да Саш, будешь каждую бутылку в пакет? Зачем? Не надо? Не надо вообще. Точно все повылезет. Вот, это сейчас установит он в кастрюлю, зальет водой и будет варить. Друзья, в общем мы решили не пытать судьбу в этих бутылках, потому что все это очень ненадежно. Плюс бутылка была выше самой высокой кастрюли у меня. Я прошу прощения, видите, мы крышками загораживаем ветер. Ветер дует такой сумасшедший, что газ просто задувает. Время уже очень много. Вот, смотрите, мы просто переложили все это в пакеты, в обычные целлофановые. Залили водой холодной, уложили в кастрюлю. С момента закипания варится 2 часа. После этого в чашку мы в большом, потом у меня в двух кастрюлях, видите, тоже за внешний вид кастрюли, прошу прощения. Потому что все, что было под рукой, как говорится, такая у нас расходная кастрюлька. Вот, и после этого мы сольем воду, переложим в чашку и до полного остывания оставим. Вообще, мы еще под гнет, то есть пакеты в чашку положили, а сверху какую-нибудь разделочную доску и сверху какой-то груз под гнет до полного остывания. Все, и готовая колбаска. Очень легко просто готовится, а главное, что она полезная, натуральная. Надеюсь, вам пригодится.